Приветствую вас. Я думаю, что в первую очередь надо бы отметить некоторую такую тревожность у вас, связанную с заболеванием. Ну, то есть как будто вы много достаточно значения, много достаточно значимости придаете вот тому, что вы именно что болеете. То есть, как бы, вот такой, вот знаете, немножко эпохондрическая модель поведения. Вот. Соответственно, вас это, вероятно, действительно травмировало, то есть вызвало какие-то очень деструктивные достаточно мысли о себе, деструктивные достаточно истории о себе. Вот. И, соответственно, здесь, конечно, нужно с этим, я полагаю, работать. То есть, вот действительно есть в тексте незастыковка. Может, вы говорите, что у вас 17 лет проблемы, а при этом вы говорите, что несколько лет у вас не было желаемой активности. То есть, получается, что в какое-то время активность все-таки была. Вот. И как-то вы, не знаю, связываетесь, вероятно, вот отсутствие своей сексуальной активности сейчас с тем, что у вас происходило давно. Но между этими промежутками времени у вас, судя по всему, все было хорошо. Вот. Ну, по крайней мере, так это выглядит. По крайней мере. Понимаете, да? Поэтому я бы сказал вот, что здесь важный момент и на этом, мне кажется, нужно обратить ваше внимание. Вот. То есть, с одной стороны, смотрите, что конкретно. Вас травмировало, да? Как вас это травмировало? Проработать ту травму, которая у вас имеется. В этом нет ничего страшного, в этом нет ничего негативного. В том, что вы испытали такое переживание, это, как мне кажется, вполне естественно, вполне нормально. Вот. В том, что вы испытываете вот такие трудности. Вот. Потому что я думаю, что многое зависит от того, как вы станете вернуть. Многое зависит от того, как вы выстраиваете отношения с женщинами. Вам, конечно, будет гораздо сложнее, если вы выстраиваете отношения с женщинами такими образом, что у вас многое завязано, например, только на сексе. Ну, допустим, да? Вот. Если у вас действительно так, у вас действительно многое завязано только на сексе. Вам, конечно, будет достаточно трудно, что там нет какой-то связи. Нет того, что могло бы связать вас с человеком на более такой вот личностной основе. Поэтому, если говорить о том, чтобы я мог рекомендовать, то первое, это, пожалуй, конечно, работа с уверенностью в себе. Вот. А второе, это более может быть зрелое выстраивание, ну выстраивание отношений с женщинами. Чтобы это не было вот, ну, связано только с, допустим, интимной стороной, да? Чтобы это было связано, ну, еще с другими моментами. Вот. Например, чтобы это было связано с взаимными интересами вашими и женщинами, допустим, чтобы это было связано с взаимными занятиями вашими и женщинами, да? Как бы, как бы, ну вот, чтобы вы вот на эти все вещи обращали внимание, мне кажется, это было бы для вас полезно. Ну и травма, которая у вас имеет место быть, да? Она тоже нуждается в проработке. Вот. То есть, если говорить вот о том, что вам делать, то я бы рекомендовал психотерапию, конечно же. Вот. Ну, поскольку вы обращаетесь к психологу, я полагаю, что это очевидно. Вот. Очевидно, что вам предложил психотерапию, потому что от одного ответа какой бы ни был, вы сразу свои проблемы не решите. Да и уверенность в себе она появляется, как бы, постепенно. Вот. Она не появляется как-то, вот знаете-то. Внезапно, да, ниоткуда. Вот. Поэтому тут тоже такой, я бы сказал, вопрос, да, вот. Чего вы сами ожидаете, вот. Чего вы сами ждете и чего бы вы сами хотели? То есть, как у вас ожидания? Вот. Вот. Ну, оч, допустим, взаимодействие с психой. Вот. Это вот, на мой взгляд, такой, такой вот достаточно важный момент. Ну, естественно, я думаю, что нужны детали и, естественно, я думаю, что нужны, нужны, нужны информации. Ну, больше информации нужно у вас. Вот. Чтобы лучше, вот, понимать специфику, специфику вашей ситуации. Вот. И, соответственно, уже потом, после этого, чтобы можно было в определенных направлениях двигаться. Вот. Дальше, мне кажется, и теперь все зависит от вас. То есть, если вы действительно хотите решить проблему, то вам нужно выбрать психолога на нашем сайте. Вот. И начать работать своими трудностями. Если вы, ну, если вы, вот, заинтересованы, говорят, у нас, а не какие-то общие. Ну, это мое мнение. Конечно. Вот. Вы вольны не отоглашаться. Вы вольны считать так, как хочется вам. Это ваше право. Вот. Что-то мне подсказывает, что не в первый раз вы обращаетесь к психологу. Вот. Ну, таким образом, я имею ввиду, не первый раз обращаетесь. Кто-то мне подсказывает, что обращения уже были. Вот. Ну. Какой результат, вот, что интересует, например, меня в большей степени. На этом все. Надеюсь, что это было вам полезно. Надеюсь, что это было вам интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...